самый большой минус заезда на машине это то что мы не знаем точное время прибытия и тут пришел охранник но это самый конец истории рассказывал сначала поехал как обычно отвозить детей в садик и я понимала что приеду я успеваю к заезду гостей так вот самый большой минус заезда гостей на машине это когда это то что я точное время не знаю прибытия поезд приезжает точно вовремя я знаю рассчитываю это время еще с вокзала до отеля и мне как-то более ясна картина а когда приезжает на машине особенно когда пробки непонятная дорога даже навигатор он не может полностью правильно показать время из-за этого в общем то все и произошло я поехала провожать детей обычно я оставляю детей но максимум 15 минут это все занимает потом я приезжаю путь где-то тоже минут десять и сегодня были приключения мы не могли найти группу моего сына сейчас и так из-за того что лето они иногда бывает как-то объединяют две группы там меняются воспитатели еще что-то и я мы идем в группу как обычно там нет никого идем во двор там тоже нет никого звоню никто не берет трубку спрашиваем воспитателей других в общем пока мы не обошли весь садик мы не нашли группу а мы не могли обойти еще весь садик потому что другой сын начал капризничать типа что это я пойду сейчас группу а рык вернется домой а я полчаса была в садике и я уже ну додумалась в общем спросить у гостей когда же они приедут примерно они сказали через полчаса я такая все ладно пока успевал успеваю и я выбежала из садика когда мы наконец нашли группу они были оказывается в каком-то новом зале я выбежала из садика иду к калитке и она закрыта охранника нет знаете вот у вас как фильмах все как на зло реально такое в жизни бывает когда все это вот все совпадает и ты уже думаешь ну все не успеваю действительно не успела я ненавижу когда я не на месте когда приезжают гости мне очень неудобно ну я естественно сказала код от калитки сказала чтобы они зашли и опять затрогал свой голос у меня код этот минут наверно 10 я ждала еще охранника и в общем не успела я к гостям даже им код от калитки сказала заходите подождите там да на кухне посидите они сказали нет мы дождемся вас в общем я приехала разместила гостей и только села завтракать на скате наверно новая рубрика сейчас будет запоздалые завтраки о запоздалые завтраки сезона и сегодня у нас еще две машины приезжают и когда еще и машины минус том что нужно найти место для парковки у нас ворота длинные и там есть много мест достаточно много места для машин просто там же останавливают еще не только наши гости и другие какие-то проезжие люди там к другим отелям кто приезжает поэтому поэтому еще надо будет караулить там место в общем сегодня такой вот у нас день насыщенные четыре заезда для моих номеров у меня 12 номеров это максимальное было количество кстати заездов и выездов все приятного аппетита всем кто со мной завтракает обедает ужинает вспомнила что хотела сказать еще это более уже полезная информация для вас насчет того как же вообще лучше всего добираться до лазаревского а многие оказывается наши гости не знали я им когда говорила о ней в следующий раз будем иметь ввиду вот те кто приехали на автобусах на машине вот поэтому серпантин я говорю приезжайте к нам еще в следующем году девушка говорит так хочется но это дорога этот серпантин просто еле выжили вообще просто такие пробки действительно на машине на автобусе это такое мучение я вообще отказываюсь круглый год ехать сюда приезжать на машине даже если на легковой своей машине это особенно летом просто мучение вот для примера из краснодара чтобы добраться до лазаревского на машине это минимум пять часов летом с пробками да может быть и больше и это ужасная такая эти повороты это укачивать сильно если особенно есть такие проблемы если есть дети в машине ну просто неудобно а если на ласточке приехать то ровно три часа ровно три часа на ласточке комфортно без всяких поворотов и укачивания то есть вот вам и разница и точно также на поезде из дальних каких-то регионов намного удобнее приезжать чем на автобусе имейте в виду ну и точное время будете знать приезда и не попадете в эти пробки это крайне удобно самый удобный вариант для того чтобы приехать к нам это поезд железная дорога одним словом ну и что касается вообще покупки билетов тоже знаете что нужно это делать заранее например та же самая ласточка я просто почему пример пряжу ласточку то что это прям вот то что я с чем я сталки столкнулась сама хотела маме купить билет на завтра хотя будучи уверенной что хотя бы одно место будет она одна приезжает и так как летом увеличивают количество ласточек в день там четыре или пять ласточек приезжают я была уверена что будут места но нет на завтра не было на послезавтра я поймала последний билет последний за весь день поэтому сейчас загруженность огромная в этом году вообще все говорят о том что намного больше людей приезжает очень много людей вообще по лазаревскому поэтому билеты покупаем заранее прям заранее заранее если это ласточки поезда там билеты на самолет уж тем более тоже вы знаете что у нас тут в сочи только в сочи на юге да открыт аэропорт поэтому тоже имейте ввиду и так мы получили посылочку от твилл и вот такой сертификат наиприятнейший вот такие сертификаты говорят о нашей работе говорят об отзывах наших гостей и вообще просто спасибо вам огромное спасибо вам большое я это обращаюсь ко всем гостям особенно к тем кто тратит свое драгоценное время на написание отзывов супер класс спасибо а а а Немножко из наших будней. Нарсеса забираю из садика, говорит, мама, когда мы делаем пиццу. И все, идея появилась, пошли, купили все, что надо, быстренько. Я вспомнила про очень классный рецепт быстрого теста на кефире. В общем, в шорт, наверное, скину обязательно в ближайшее время, потому что это самый классный рецепт классного быстрого и вкусного теста для пиццы. То есть это не на дрожжах, то есть не надо ждать ничего, когда созреет. Классно, быстренько сделали. Каждый сделал свою мини-пиццу со своими начинками. Это вот последние две, которые сделала я. Вот. В общем, классно, ароматно, супер. Вот это вот последнее отправляется. Уже практически все съели. Просто думала, пока успеваю, засниму вам тоже. Слушайте, в этом году я себя чувствую Якубовичем. Реально, просто угощение за угощениями. Но дело сейчас уже не в том, что я хочу хвастаться, да, и так нахвасталась, а в том, что это реально очень вкусно. И это продается, видимо, у нас. Хотя я никогда не пробовала. Если тоже встретите такого вот типа халвы, покупайте, потому что это очень вкусно. Значит, смотрите, для любителей, кто любит какие-то тягучие батончики, и потом ирис, халву, вот такого плана, что-то такое среднее между вот этим всем. Вкусно, сладко, внутри орешки, тут орешки. Короче, прям вот попробуйте. Убежали. Вышли, значит, гулять тут на набережную, а там, оказывается, у нас Кобяков. У кого есть дети, все, наверное, знают Кобякова. В общем, сейчас мне завидуют полстраны, миллионы, миллионы школьников. Рядом со мной прошел под Кобяков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин